Ты сидишь, плачешь, чувствуешь себя никому не нужным. Это плохо, я считаю, родители никогда не должны от своих детей отказываться. Можно на время… Ты же не виноват, что ты таким родился. Дело в этом. Ты ни разу не выходила на связь с мамой, не хочешь попытаться даже один раз? Не делай такие вещи, Бог не любит самоубийств. Вообще не делай такие вещи. Ты рад попадешь. Зачем тогда ушла, если ты будешь резать вену? Ты же ушла не просто так. Ты хотела быть собой, чтобы тебе никто не мешал жить так, как ты хочешь. Они тебя не понимают. Они тебе стыдятся. Тебе пришлось уйти. А ты как-нибудь напиши маме, если знаешь её телефон, смс-ку. Скажи, что ты скучаешь. Хочешь мне поговорить? Объяснить. Где отсюда оконченный, блядь. Блокировать. Вот этот ник, который сейчас зашёл в видео Эрика. Ник плохой, который… Он девушка изнасиловал из Бига. Да, прикинь. Там девочка тоже где-то виновата. Ну и где-то нормально так виновата. Потому что, короче, он пригласил… Он попросил ей выйти. Типа, приеду, давай, выйди, поговори. Она вышла, и он там заставлял ей снимать одежду, там за волосы хватать, за шкиру хватать, как шлюху. Спускал штаны и изнасиловал, короче. Она и так родила ребёнка… Кто это, блядь? Она и так родила ребёнка без мужа, да? И представь, этот гондон тоже её ебёт, наверное, и кончил в неё. А у неё что, блядь, опять беременность будет? Вообще головой надо думать, когда идёшь к мужчине поздным вечером, садишься в его машине. Перед чем сесть? Нужно всегда отфотографировать машину, отправить там родному человеку, что ты с этим человеком встречаешься. Вдруг тебя, сука, повезут, а дочки подумают. Недавно ребёнка родила девочке 18 лет, чтоб ты понимала. О ребёнке почему ты не думаешь, перед чём выходить? Вдруг он её там, не знаю, убьёт потом, да? И всё, дочка останется без матери. Головой же нужно думать. 28 лет хули там мозгом, блядь. Нихуя ещё. Малыш что делать? Да конечно, он мог её износить, ещё потом убить. Тем более, он, оказывается, под этим был, под мифом. Типа. Вот. Поэтому куда-то идёшь, всегда нужно отфотографировать родному, близкому человеку, сказать, что куда-то идёшь. Её. Дальше. Потому что мало ли, чё он с тобой сделает. Блядь. И она сидит, чтоб ты это понимала, бига рассказывает. Прикинь, сколько там людей это всё слышат. Говорят, что её изнасиловали. Она хоть и вышла туда. почему у других девушек таких проблем нет, почему у других 18-летних не сидят без отца, отец куда ушел, куда потерялся, хуй знает родилась у ребенка сиди дома, она еще маленькая ее дочка еще двух месяцев нету она, блядь, с мужиками встречается по ночам, блядь, их в машину садится зачем, блядь, просто так нельзя же выходить, значит вышла, значит что-то хотела сама тоже а может было обоюдно, что-то она начала теперь говорить, что-то про насилие, что-ли, чтобы может настроить, похитить хуй знает, там такая темная история хз, короче, че к чему может она правда говорит, а может нет для меня это очень темная, мутная история она плакала там, сидела да, плакала там, сидела проклинала она еще ребенок, она уже сляли кстати, это не досказала, но, блядь думаю, мало ли кто-то тут сидит который ее знает как она ребенка родила месяц назад или месяц два назад, ток-тока она идет встречаться незнакомыми мужиками на улице а, ты тоже это слышала? нет, нет, она не это я знаю, она откуда родом она казашка так а а Продолжение следует...